всем привет дорогие друзья из солнечной алании у нас стоит потрясающая погода и в этом видео я вам расскажу много всего интересного ну а сначала мы отправляемся с вами на пляж дам латаш в самом центре алании очень много народу машин мотоциклов почему потому что пятница 4 часа дня и в девять часов вечера начинается комендантский час который продлится до понедельника пяти утра поэтому все спешат закупиться все спешат на рынок потому что два дня все должны будут сидеть дома разрешено выходить в близлежащие магазины рядом с домом но гулять по городу запрещено мы уже на дам латаш и и в этом видео друзья я вам расскажу о том что у нас сейчас происходит обязательно сейчас пойдем с вами на пляж без моря мы с вами не останемся ну и в конце этого видео покажу вам также цены на пятничном рынке алане цены на фрукты и овощи в общем это видео у нас будет очень насыщенная и интересная первую очередь то что касается запретов обязательно смотрите моё предыдущее видео о запретах о том что можно что нельзя про комендантский час я вам уже сказала про новый год нового года у нас также не будет 31 по 4 у нас комендантский час но мы проведем новый год в одном очень интересном и красивом месте поэтому обязательно подписывайтесь вы все увидите не забывайте заходить по ссылке в описании на розыгрыш новогодних подарков на моем канале сейчас проходит розыгрыш супер подарков поэтому ссылка в описании обязательно смотрите будет очень очень интересно ну и конечно же не забывайте заходить на нашу группу в фейсбуке там тоже всегда прямые эфиры и много новых и классных видео из алании сегодня 18 декабря стоит просто потрясающая погода в парках много народу народ отдыхает гуляет и сейчас мы с вами идем на наш любимый пляж дамлатаж конечно же покажу вам море потому что я точно знаю по морю вы очень очень сильно соскучились солнце стоит самом зените и просто невероятно тепло несмотря на то что 18 декабря прошлом видео под прошлом видео меня спрашивали о том можно ли сидеть в парках на пляжах и так далее официально сидеть запрещено друзья то есть если полиция подойдет и оштрафует то она будет совершенно права но как вы видите народу очень очень много и народ сидит и отдыхает сейчас мы с вами дойдем до самого моря и насладимся шумом волн море сегодня очень спокойное кстати есть и те кто до сих пор еще купаются но мы конечно же не купаемся а просто наслаждаемся очень людно на пляже потому что опять же начинается комендантский час и все хотят насладиться хорошей погодой и морем и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, кстати, совсем, когда приходишь на море, вот эта вся красота так успокаивает, и карантин, комендантский час, мне кажется уже таким страшным. Дорогие друзья, не забывайте о том, что на моем канале сейчас проходит новогодний розыгрыш, в описании к этому видео есть ссылка на новогодний розыгрыш, и обязательно заходите, подписывайтесь, и у вас будет возможность выиграть 6 сертификатов по 100 лир от наших спонсоров и еще несколько бонусов. Поэтому обязательно заходите по ссылке в описании и участвуйте, условия очень просты. Ну а сейчас мы с вами в центр Алании на пятничный рынок. В общем, сегодня у нас с вами тысяча и одна, тысяча и одно удовольствие. Очень много людей на пляже и парках. Здесь очень большая детская площадка и много различных площадок для того, чтобы заниматься спортом. Как вы видите, социальную дистанцию никто не соблюдает, и в масках тоже народу мало, но сегодня вечером уже все сядут на комендантский час и на карантин. Конечно же, иметь такую погоду в декабре – это настоящее счастье, потому что тепло. В разрешенное время хотя бы можно гулять и наслаждаться солнцем, получать этот очень необходимый всем нам витамин D. На дому Аташи на самом деле всегда многолюдно, но в летнее время здесь тоже очень-очень комфортно находиться. И здесь, кстати, есть даже статуя Клеопатры. Вот она. Видите, как у нас здесь зелено высадили цветы на зиму. И также канатная дорога тоже работает. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Мы уже в центре Алани, на Пятничном рынке. Движение здесь просто невероятное. Сейчас идем на рынок, покажу вам цены и ассортимент. Очень много народу, машин, велосипеды, мопеды. Здесь также расположен магазин, муниципальный мясной магазин. Многие из вас просили меня сделать видео из этого магазина. Поэтому, если вы хотите, чтобы я сделала видео о ценах на мясо именно в муниципальном магазине, обязательно напишите в комментариях. Обязательно напишите в комментариях, обязательно сделаю. Ну а сейчас идем на рынок, закупимся сезонными фруктами и овощами. Обязательно покупаем мандарины и авокадо, которые мы едим каждый день. Что есть из самого вкусного на рынке? Из самого вкусного, конечно же, есть клубника. 20 лир в килограмм. И хурма. Очень много хурмы. 7 лир. Хурму мы тоже обязательно купим. Картофель, зелень, перец. Перец стоит 5 лир в килограмм. Очень много разного перца. Зеленого, красного. 5 килограмм помидор 4 лиры. И кабачки по 5 лир. Очень люблю кабачки. Особенно запекать в духовке или делать оладьи из кабачков. Продается капуста. Вот такую цветную капусту мы запекаем тоже обычно в духовке. Килограмм 6 лир. Свежая капуста. Огурцы по 4 лиры. Перец 7 лир. И помидоры 3,5 лиры. Очень много народу. В прошлый раз я вам говорила, в прошлом видео я вам говорила, что на рынок пускают тоже только по ХЕС-коду. Но, как вы видели, в начале рынка никто никого не контролировал. Из фруктов есть яблоки. Зеленые, желтые, красные. Какие хотите. Ну и, конечно же, много разных орехов. Грецкие орехи. Есть в кожуре, без кожуры. Арахис, фундук. Очень много народу на рынке. Кстати, продается также свежий имбирь. Свежий имбирь. И продаются свежие грибы. Грибы вот такие вот интересные. Кто знает, что это за грибы, пишите в комментариях. Стоит 20 лир. Очень много местных бананов. Бананы по 8 лир. Их мы тоже покупаем. Орехи эти я вам уже показывала. Показываю каждый раз. Здесь эти продавцы всегда продают орехи, семечки и так далее. Очень много зелени. Зелень круглогодичная. Есть редис. Конечно же, свекла. 5 лет. Килограмм. И покажу вам сейчас авокадо. Авокадо мы покупаем очень много. Каждый день по штучке мы кушаем на завтрак. Также обязательно лимоны, мандарины, морковь. Морковь 2 лиры килограмм. И здесь, в самом центре, местные фермеры, кто выращивает свою продукцию в деревнях, тоже продают различные фрукты и овощи. Здесь также можно найти оливковое масло домашнее, можно найти оливки домашние, сыры, масло и какие-то также необычные сезонные овощи. Если идти вправо, то именно в той стороне и продаются сыры, масло, оливки и так далее. Вот продается, например, такой интересный овощ. Этот овощ, он напоминает немного дыню, немного огурец. Если увидите, то обязательно купите, попробуйте. Продается тыква. Тыква тоже сезонная. В общем, вот такая вот здесь движуха всегда на пятничном рынке, поэтому нужно быстренько все купить и уходить. Вот с этой стороны мы видим, что стоят торговые ряды с сырами и маслом. Брокколи стоит 5 лир штука. Покажу вам мандарины. Мандарины есть по 2 лиры 50 куруши, есть по 3 лиры 50 куруши. Апельсины 4 лиры килограмм и слива 7 лир килограмм. Как вы видите, рынок очень насыщенный, разнообразный. И сейчас мы тоже будем покупать наши вкусняшки. Айхан где-то здесь уже покупает то, что нам необходимо. Вот такое вот у нас видео получилось в этот раз. Очень много народу, очень много всего вкусного. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Не забывайте заходить в описании к видео и участвовать в нашем новогоднем розыгрыше. Пишите ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Желаю всем быть здоровыми и приезжать в Аланию в самое-самое-самое ближайшее время. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Мы вышли прогуляться вечером на набережную и в Алании поставили елку в самом центре на набережной. Только в Алании можно увидеть вот такой вот контраст елки рядом с пальмами, с шикарными, красивыми пальмами. Скоро Новый год, друзья, а вы не забывайте заходить на видео с розыгрышем, с новогодним розыгрышем. В описании к этому видео есть ссылка. Заходите, участвуйте и получайте супер-призы.